МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире подробности в студии Алексей Лихман. Покушение на комбата. Громкое преступление в Харькове. Вышли сухими? Почему ЕС снял санкции с четверых приспешников Януковича? Судейские сотни. Сколько мантий КПУ повесит на крючок? За то, что не прогнулся под изменчивый мир. Какой прием устроили киевляне Андрею Макаревичу? В Харькове взорвали автомобиль комбата спецбатальона милиции «Слабожанщина». Андрей Янголенко ехал вместе с женой. Сейчас они оба в больнице. Подробности нападения знает Лидия Калинина. С женой сели в машину. Проехали буквально метров 300. От посадок 24-х этажки прогремел взрыв. Я сразу типа, вот гады, думаю, взорвали. Уже шутит, улыбается и снова рвется в бой. У комбата «Слабожанщины» Андрея Янголенко осколочное ранение в руку. Но долго лежать на больничной койке не собирается. Они ответят. Ответят, мы их всех поймаем. Я сейчас буквально, что там, завтра-послезавтра уже начну их отлавливать. Жене комбата повезло меньше. У нее более серьезные травмы. У женщины имеется проникающее ранение в грудную клетку. Это минно-взрывное ранение. А вот все, что осталось от машины. Двери и крыши снесло взрывной волной. По всему двору разбросало вещи, среди которых остатки камуфляжа и украинский флаг. Без окон и половина квартир ближнего дома. Леонид вместе с соседями помогал раненым выбраться из горящей машины. А откуда вы их вытаскивали? Да вон через окно. А двери заблокированы были? Да вон вы посмотрите, какие двери. Карточный домик. Такое, как бомба магнитная прилеплена с поднизу. Вы же видите, что крышу сторвало. На место происшествия сразу приехал брат Андрея Сергея. Комбат милицейского батальона Харьков-1. Это аналогичный пристрель был, задеянный на тракте, который был по об стенах. Такая мина была, затонувала. И такие мины спрацовывали, когда произошел тракт на залезничных шляхах Харьковской области. Уже после того, как огонь потушили, следователи обнаруживают среди грудных вещей подозрительный металлический предмет. Еще одно взрывное устройство. Вместо взрыва милиция оцепила по периметру. К сгоревшей машине людей не подпускают даже на сотню метров. Говорят, опасно. Сберите всех убили, ребята, уходите дальше. Давай, уходите. На то, чтобы обезвредить взрывное устройство, саперам понадобилось около часа. Мы даже не понимаем, он был закладен, или он находился на асфальте, или нет. Мы не понимаем. Сейчас, пока взрывотехники, не сняются обстановки. Как так случилось, что это устройство не взорвалось вслед за первым, пока неясно. В случае повторного взрыва пассажиры машины вряд ли бы остались живы. Комбат, считает, Бог уберег. Нормально. Готовы воевать дальше. Воевать дальше за незалежность Украины. И скоро перемога. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. В больницах Харькова остаются шесть пострадавших в результате теракта 22 февраля, когда во время мирного шествия активистов Евромайдана возле Дворца Спорта прогремел взрыв. Четыре человека тогда погибли, а 12 получили травмы. С тех пор сотрудники СБУ уже трижды отчитывались о задержаниях диверсантов, действовавших в Харьковской области. А 27-го обезвредили троих боевиков, членов организации «Оплот». Глава СБУ Валентин Наливайченко тогда рассказал, что «Оплотовцы» действовали по заданию российских спецслужб. Из-за убийства мирных демонстрантов заказчики обещали заплатить террористам 10 тысяч долларов. Во время обыска у боевиков изъяли оружие, гранаты и взрывчатку, тротилы, пластид. Но, как доказывает сегодняшний теракт, говорить о полной зачистке Харькова, очевидно, пока еще рано. Санкционный список ЕС сократился на четыре фамилии. Отныне эти четверо свободны в передвижении и при деньгах опять. Кто они? Почему им так повезло? Давайте послушаем Софию Гордиенко. Каждый рабочий день в этом зале Европейской комиссии проходит пресс-конференция, где журналисты гипотетически могут задать любой вопрос, но не факт, что они получат на него четкий и внятный ответ. Комментарии, почему же из санкционного списка ЕС исчезли четыре украинских чиновника, пресс-секретарь комиссии не дает. Мы вчера распространили пресс-релиз. Сегодня официальное издание опубликовало имена. Вы можете ознакомиться. Извините, пока больше сказать не могу. Этим четверым сегодня в пору открывать шампанское. Бывший зам главы аппарата президента Януковича Андрей Портнов, сын бывшего премьера Алексей Азаров, экс-глава СБУ Игорь Калинин и Александр Якименко, руководитель СБУ в последние месяцы режима Януковича. Именно Якименко называли подозреваемым номер один в организации штурма Дома профсоюзов. Ему также вменяли организацию доставки оружия для убийств на Майдане. Эти люди больше не числятся среди тех, чьи активы в Евросоюзе должны быть заморожены. И с сегодняшнего дня они опять могут пользоваться своими банковскими счетами, недвижимостью и ездить по всему миру. Мне на камеру в Брюсселе говорят, благодарить за это стоит украинских правоохранителей. Киев и Брюссель вели бурную переписку, но генпрокуратура так и не предоставила доказательств вины одиозной четверки. Для брюссельских экспертов это новостью не стало. Уже месяц известно, что эти люди будут исключены из списка. По-видимому, генеральный прокурор не смог предоставить существенных доказательств, чтобы продолжить санкции против этих людей. А вот реакция общественников и политиков на исключение одиозных чиновников из санкционного списка. Если дела в принципе не дойдут до суда и развалятся, это поставит под вопрос не просто политическую жизнь нынешних власть имущих, но и, думаю, что безопасность их пребывания в стране. Сегодня мы узнаем о том, что преступников разблокировали счета. Нет желания, нет воли, нет политической воли и нет профессионализма. Более того, боязнь ответственности. Генпрокурор сегодня никаких внятных комментариев не давал и делал хорошую мину при плохой игре. Вы почитаете на сайте прокуратуры. Вы почитаете. Там все будет написано полностью. Санкции не сняты. Не сняты санкции. Но уже ближе к вечеру в ГПУ сообщили, что вынесли подозрения троим экс-чиновникам, среди которых и бывший глава СБУ, главный подозреваемый в разгоне Майдана Якименко. Если же Генпрокуратура не будет предпринимать активных действий, то в начале июня свободная четверка превратится в восьмерку. Следующие на выход с вещами, счетами и всем нажитым непосильным трудом. Виктор Янукович-младший, экс-министр юстиции Елена Лукаш, бывший министр образования Дмитрий Табачник и ныне здравствующий депутат Верховной Рады Сергей Клюев. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. А вот другого приспешника Януковича, Юрия Колобова, испанский суд оставляет под арестом. Экс-министр финансов времен Януковича будет под стражей до момента экстрадиции в Украину. Киев должен на протяжении 40 дней оформить документы для выдачи. В Украине Колобова обвиняют в мошенничестве и хищении госсредств на сумму 220 миллионов гривен. Ну, а главу всей этой Комарильи сегодня немного раскуркулили. Охотничьи угодья Януковича под Киевом вернули государство. Это 9 гектаров лесфонда в Сухолучье. Стоимость их 5 миллионов гривен. Изъять участок из незаконного владения потребовала прокуратура. Апелляционный суд жалобу удовлетворил и отменил решение Выжгородского суда, который в свое время счел, что фирма «Дом лесника», связанная с бывшим президентом, лесом владеет законно. Подобные сомнительные решения судей уже скоро могут им аукнуться. И первые дела уже начались. Винницкие служители Фемиды определяют дальнейшую судьбу своих столичных коллег. Судей Печерского райсуда, которых на днях Рада лишила неприкосновенности. Подробнее Ярослав Кречко. Темный коридор Винницкого суда. У Царевич в зале номер 14 первый вопрос. Почему она здесь? Но дело вела прокуратура Киева. Решение о его рассмотрении в другом округе может принять лишь высший специализированный суд. Ходатайство о переносе заседания судья отклоняет. У Царевич новое требование. Такие действия следственного судья не объективны. Выбирание повноважений на себя судовищной инстанции не предпустимо. Защита от руки пишет ходатайство об отводе судья. Царевич кому-то отправляет смс, а из зала выходит еще один подсудный судья. Виктор Кицюк заметно нервничает, пьет воду. Его дело должны рассмотреть через три часа, но уже сейчас он говорит за двоих. Сегодня после проведения революции очень выгодно говорить про причастность этой или иной личной особи до событий, которые происходили в сечне-грудне 2014 года. Обвинение абсурдное, безподставное. Суд огласил перерыв. Прокуроры шутят и пьют кофе на улице. Немае подстав для отвода судей. И, соответственно, за территориальностью мы вернулись с попытанием проведения в педварту пани Царевич до Винницкого міського суду. Через час в том же зале, в том же кресле, но уже другой судья. Заявление об отводе своего коллеги так и не рассмотрел. Защита и ему заявляет отвод. Еще через час на месте Царевич уже сидит Кицюк. Действует по знакомой схеме. В заседании просит перерыв, потом заявляет судье отвод. И закрутилось, как у Царевича. В ее деле отвод заявляют третьими судье. Но он это расценивает как затягивание процесса. Колесо закрутилось в обратную сторону. Но дело, по сути, если и начнут рассматривать, то только завтра. Как минимум, эту ночь Кицюк и Царевич будут на свободе. Ярослав Кречко, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. Винница. Вот что думает очистка к судовой системе президента Украины Петр Порошенко. Глава государства сегодня был в Хмельницкой области. То, что делают нечестные судьи, неприятно для цивилизованной и демократичной Украины. Которые судили майданцев, политических деятелей, которые сейчас имеют ответственность перед миром. И на их прикладе мы можем продемонстрировать, что судовая система изменилась. За тишей под Мариуполем прервана минометными обстрелами. Террористы обстреляли село Орловское. И горячей точкой остается поселок Широкино. Подробнее обо всем. Эльвина Сеидбулаева. Она с нами на связи. Эля, здравствуй. Насколько мощные эти атаки? И удается ли нашим войскам их сдерживать? Здравствуй, Леша. Широкино вновь атакуют боевики. Огонь ведут из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Стреляются вчерашней ночи. Последний обстрел закончился около 6 часов вечера. Так российские боевики пытаются прорваться в Мариуполь. Огонь вели по селу Бердянское. Она находится примерно в двух километрах от поселка Широкино. Со стороны сепаратистов обстреливал там. Где-то в полчаса. Всю ночь с перерывом. И по двусто тоже началось. То же самое. Наши не могут отвечать, потому что там боевики стоят и смотрят. На это все нормально. Бойцы 37-го батальона держат оборону в окрестностях Широкино. Результаты обстрелов российских боевиков можно увидеть на дорогах. Воронки от ураганов и гранатов. Стреляют со стороны оккупированной территории так называемой ДНР. Разрывы тяжелых орудий по всему полю. Ты только слышишь хлопок, сразу падаешь, куда можешь. Работал миномет. И у них, как говорят, разведка, у них 40-й АГС присутствует. У нас на вооружении такого нет. Вот тут такая вот ерунда по нам прилетала. Ну это от Уртеновки град, от ракеты хвостовик. Хочу, чтобы мой город живо мирно, чтобы моя страна живо мирно. Ради этого я и пошел воевать. В нескольких сотнях метров от наших бойцов представители ОБСЕ военные говорят, пока они тут, обстрелов не будет. Поэтому одни бойцы проверяют готовность оружия, другие принимают посылки от родных. И сегодня от линии боеприкосновения наши военные отвели ураганы. На место прибыли и представители ОБСЕ. Наши бойцы демонстрируют свою готовность к решению конфликта безоружным путем и желанием вернуться к мирной жизни. Наши разведчики говорят, террористы продолжают имитировать отвод войск. Вначале отводят свою технику, но затем возвращают ее обратно. Вражеская воздушная разведка продолжает снимать украинские позиции. Беспилотник заметили в районе тела Гнутова. А это означает, говорят военные, жди очередного обстрела. Алексей. Спасибо, Эля. Это была Эльвина Сидбулаева с последними новостями с Мариупольского направления. Ну и за дня в день жители Донецка и Луганска выходят с нами на связь. Мы узнаем из первых уста ситуации в городах. Предлагаю послушать, как прошел сегодняшний день. Сейчас невероятно дорого детское питание, очень дорогое. Во всех, как невероятно дорожают препараты, особенно для гипертоников, для диабетиков. Есть луганское телевидение, оно подобно российскому. То есть антиукраинская, скажем, пропаганда идет. Постоянно также идет призыв в армию, там, не знаю, ну, на военные действия защищать нашу родину. То есть люди думают, что они защищают от захватчиков. Ну, а по сути, это не так. Сегодня рано утром были слышны постоянные взрывы, ну, вроде как выпущенные из минометов и стрелкового оружия. От возвращения как-то проходили, проезжали обратно наполченцы. Они сказали, чтобы никто не волновался. Это были учения. При этом в разговоре они убеждали, что они готовятся к наступлению. В частности, до конца марта от оппозиции украинской армии. Ну, и параллельно это, посредством массовой информации, постоянно идет обготовка и обвинение украинской армии, что они срывают договоренности. В Донецке, я думаю, что у всех есть знакомые, либо соседи, которые служат доблестным, в кавычках, ДНР. И интересный тот факт, что, это я лично знаю своим знакомым, эти люди, поскольку им сейчас не платят зарплату, там, Россия или кто им платит, живут на гуманитарную помощь. Что очень волнует, это вот внутреннее состояние жителей наших, я имею в виду психоэмоциональное. После всех этих бед, которые были, и очень боятся, чтобы они опять не вернулись, очень боятся. Люди доведены до края, пахнет, хочется, чтобы был мир. Вернемся в зону АТО. С нами на связи Ирина Баглай. Ира, здравствуй. Мы общались до этого с Мариуполем, там идут бои сразу в нескольких местах. Ты сегодня была возле Дебальцевой, Горловки. Какая там ситуация? Да, здравствуй, Леш. В районе оккупированной Горловки боевики продолжают атаковать крайние блокпосты украинской армии. Огонь ведут из малокалиберного оружия, АГСов и противотанковых гранатометов. Один из таких боев мы услышали. Доехать до крайней позиции села АТО, чуть дальше полукилометра от Майорска, окраины Горловки мы не смогли. Наши военные объяснили, из-за обстрелов бойцы там и голову поднять не могут. Российские наемники ведут огонь каждые сутки. По ночам обстрелами автоматчиков. А какая цель? Цель, наверное, наступление на первый блокпост взять. А если они прорываются через этот блокпост? То есть насколько... Вместо того, чтобы отвезти тяжелое вооружение, боевики проводят маневры. По звуку вражеской техники наши армейцы определили, там есть и самоходные артустановки, и танки. Это тяжелое вооружение, прибывшее из Дебальцево, его размещают за терриконами. Провели террористы в Горловке и ротацию живой силы. Стреляют, но мы раньше тоже ответку давали, сейчас по перемирию мы уже так не даем. Но уже как таковых ДНР, ЛНР там нет. Сейчас на основу все наемники из России. В самом же Майорске, где мы побывали, люди уже, если можно так сказать, привыкли к обстрелам. Демонстрируют воронки отградов и рапир. Дома в частном секторе все укреплены. Местный плотник забил окна, двери в домах по всей улице. Впрочем, даже это не спасает от прямых попаданий снарядов боевиков. Кто бьет по мирным жителям и откуда прилетают снаряды, местные знают, но говорить об этом напрямую не решаются. К примеру, сегодня в соцсети появилось объявление. Террористы ДНР объявили охоту на сочувствующих украинской армии и планируют проводить зачистки. И сегодня в Донецком регионе украинская армия оттянула с огневых позиций реактивные установки залпового огня «Ураган» и «Смерч» готовятся к погрузке на железнодорожные платформы самоходной арт-установки «Акации». Отвод тяжелого вооружения украинской армии запланирован уже на завтра. Алексей. Спасибо, Ирочка. Это была Ирина Баглай. Она работает на востоке Украины. И еще один мой коллега Станислав Кухарчук находится в зоне АТО. Стас, здравствуй. Какие у тебя новости? Где ты был? Что видел? Да, здравствуй, Леш. Сейчас в Луганской области относительное затишье. Сегодня нам удалось побывать на Бахмутской трассе. Так вот, крайнюю неделю боевики там не обстреливают позиции украинской армии из тяжелого вооружения, но все-таки время от времени напоминают о себе, нанося минометные удары. Наши военные связывают это с тем, что на территориях подконтрольных террористов сейчас начался очередной передел власти. Там и чеченцы, и денервцы. Они же делят между собой так само будинки, машины, которые выкрадают, вывозят в Россию. Мы же не знаем, за что они идут. Чи за гроши, чи просто так. И все. А мы тут стоим не за гроши, мы просто стоим за свою землю. Ну вот это затишье. Наши бойцы используют, используют, крепляют свою позицию, но говорят, без помощи волонтеров пришлось бы совсем туго. Стройматериалы, ежа, все. Стройматериалы, ежа принос, ну, одежа, форма, вот такие уже ввозят. Туда же сношаются, тут умовы, тут же башки умовы. Вот, по большому счету, благодаря помощи волонтеров выживают и жители прифронтовой полосы. В поселке Ново-Ташковка из двух с половиной тысяч жителей осталось всего 300 человек. В основном это пенсионеры. И вот это затишье для оставшихся людей, словно глоток свежего воздуха. Два месяца боевики обстреливали Ново-Ташковку. И сейчас там крайне сложно найти хоть один уцелевший дом. На улицах практически нет людей и очень много брошенных домашних животных. От голодной смерти их спасают оставшиеся жители. А куда они, Валя? Они к нам же идут в холодное. Вот, к слову говоря, чем закончится это перемирие, никому неизвестно. По крайней мере, по информации нашей разведки, пользуясь режимом тишины, боевики концентрируют силы и, похоже, что готовятся к очередному наступлению. Но пока это вся информация. Алексей. Спасибо, Стас. Это был Станислав Кухарчук с последними новостями из зоны АТО. Число жертв аварий на шахте Засячка увеличилось до 34. В Донецком ожоговом центре сегодня скончался еще один горняк. 15 шахтеров по-прежнему в больницах. Взрыв метана в выработке произошел в среду, 4 марта. Сегодня в Донецке на Щегловском кладбище похоронили четверых погибших. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Боевики и не пропустили в оккупированный Донецк экспертов и следователей. Но, как говорят сами горняки и их родственники, на шахте была неисправна система дегазации. И метан накапливался в лаве до опасной концентрации. Но работы по добыче угля на шахте Засячка не прекращали. В Берлине завершилась встреча дипломатов нормандской четверки по украинскому вопросу. Заседали 5 часов, но детали пока неизвестны. И сегодня же в центре немецкой столицы можно было видеть украинский флаг и призыв к президенту России. Там, где каждый день бывают тысячи туристов из разных стран мира. Рассказывает Татьяна Лагунова. Чекпоинт Чарли. Одно из культовых мест Берлина. Когда-то здесь находился контрольно-пропускной пункт между западным и восточным Берлином. Потом, после падения стены, открылся музей, самый посещаемый в Германии. Сегодня на его фасаде появился призыв к Владимиру Путину. 15 на 8 метров. Огромный плакат в цветах национального флага Украины. На двух языках. Английском и русском. Призыв. Мы защищаем свободу и территориальную целостность стран Европы. Защищая свободу и территориальную целостность Украины. Владимир Путин, умерьте ваши геополитические амбиции. И дайте свободу всей Украине. Разместить обращение на стене известного не только в Германии, но и во всем мире музея – идея его директора. Александра Хильдебрант уже давно живет в Германии, но родилась в Украине. Просто кричать, кричать на весь мир. У меня самого пяти детей. Я хочу мира. Я хочу мира в Украине, я хочу мира в Немеччине, я хочу мира в Европе. И поэтому этот вечер и этот распад, он вывелся в этот плакат. Это свернение для всех. Плакат разместили здесь минувшей ночью. Разрешение от властей не понадобилось. Этот дом належит нашему музею. И потому что этот дом нам належит, мы смогли это сделать. Просто никого не питаючи. Украинские флаги и обращения рассматривают и фотографируют туристы. Каждый день здесь, на Чекпоинте Чарли. Тысячи гостей столицы. То, что происходит в Украине, это свинство со стороны России и остального мира. Мы смотрим и ничего не делаем. Этот плакат хорошая идея, но я не думаю, что он поможет. Я думаю, что это обращение увидят много людей и привезут с собой это послание к себе домой. Как долго послание будет находиться на фасаде музея, неизвестно. Его уберут, когда Россия прекратит агрессию против Украины. И снова украинским станет Крым. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Ответил, но неизвестно что. Президент России отправил ответ на письмо украинского лидера Петра Порошенко об освобождении Надежды Савченко. Пресс-секретарь Путина не стал обнародовать содержание письма. Сама Надежда сегодня отказалась от бульона в пользу соков и просит врачей разработать сбалансированное питание для выхода из голодовки. Ее украинка начала 13 декабря прошлого года в знак протеста против незаконного удержания под арестом в России. Российская оппозиция после гибели Немцова. Что будет с докладом о войне на Донбассе? И каковы заявления тех, кого в России принято считать лидерами антикремлевского протеста? Подробнее наш российский САПКОР Данил Русаков. Офис партии РПР Парнас. Здесь по-прежнему траурная обстановка. Фотография Бориса Немцова с черной лентой, запакованные кладбищенские лампадки рядами на полу. Политические активисты готовятся к очередному памятному шествию на Москворецкий мост. Впрочем, несмотря на траур, дело погибшего оппозиционера здесь оставлять не собираются. Не написанный Немцовым доклад о войне на Донбассе соратники все-таки планируют подготовить и опубликовать. В чем смысл этого всего доклада? В том, что российские граждане, с учетом этой интенсивной пропаганды, они не могут или не хотят, или нет времени сложить факты вместе, для того, чтобы получить стройную картину того, что происходит. А фактов агрессии много, включая гибель российских военнослужащих. Уже известно, что документом займется оппозиционный активист Илья Яшин. За несколько дней до смерти Борис Немцов сообщил, собирается ехать в Иваново, якобы там его ждали семьи погибших военных. Там воевала 76-я дивизия, там Ивановская Костромская бригада воевала, там 98-я, там воевала 17-я, 19-я Моцелковая бригада, 9-я бригада из Нижнего Новгорода. О деталях неопубликованной работы сейчас стараются не распространяться, даже адреса родственников погибших солдат до поры до времени в тайне. Покинувшая Москву после нескольких дней допросов с пристрастием, Анна Дурицкая теперь под усиленной охраной. Так говорят в украинской генпрокуратуре. Но по месту жительства в Белой Церкви ни девушку, ни представленную охрану не видели. Местные говорят, сюда даже участковый не заходил. Первые публичные комментарии дал и Алексей Навальный. Он сегодня вышел на свободу после 15 суток ареста. Пресненский суд Москвы не отпустил его даже на похороны. Мы не снизим своих усилий, мы не отступим с ним от чего. И в этом смысле тот акт террора, который произошел, он своей цели не достиг. Я уверен, что он не испугает никого. Сразу после освобождения Навальный направился на Троекуровское кладбище. Именно там похоронили Бориса Немцова. Импровизированный мемориал памяти Бориса Немцова до сих пор утопает в цветах. Даже венок на мотив госфлага Украины появился. И сюда, к Думу, академика и диссидента Сахарова, где проходила церемония прощания, по-прежнему идут люди. И завтра, на девятый день после смерти, их количество только увеличится. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Недосказали, недоголосовали парламент в предпраздничном настроении. Женщин поздравляют, а вот за законопроекты не голосуют. Почему? И что успела сказать глава Нацбанка? Расскажет Екатерина Лысенко. Утро в парламенте святы у женщин-депутатов и блокированная трибуна. Вимагает поставить в порядок денный урядовый законопроект 2273, который регулирует вопрос о повернении в бюджет Украины почти 2 млрд грн. Это те деньги, которые страна не получает из компании «Укрнафта». Законопроект вчера стоял в повестке дня, но в зал его так и не внесли. Депутаты комитета не пришли на заседание, не было корма, не было возможности создать данный законопроект. Это законопроект, который действительно помогает государству взять под свой контроль предприятие «Укрнафта», где у государства есть контрольный пакет Коломойского 43%. Иванчук это блокирует Коломойск, он называет его бизнес-партнером. То есть это уже не бывает риса, не прихованной взрывы между Иванчуком, Яценюком и его любимым другом, Николомойским. Депутаты обещают блокировать трибуну снова, если законопроект не унесут. И подали постановление, хотят сменить главу профильного комитета. Пока документ регистрировали, на трибуну вышла глава Национального банка Гонтарева с отчетом. Когда вы слышите о каких-то неценитнице, о каких-то эмиссиях, ну будьте же понимы. Сейчас наша эмиссия 326 миллиардов. Это означает, что она отъемная. Это мы ее уменьшили, а не сбольшили. Но договорить не успела, обступили радикалы. Гонтарева! Гонтарева! Я прошу депутатов, заспокойтесь! Позже выкрикивали и отставка. Гонтарева ушла, но только с трибуны. Мы запросили главу Национального банка. Не завершила доповедь. Не подобается. Не завершила доповедь. Зяли и заблоковали трибуну. Кто вам дав право? Хай вам будет соромно за такую вашу поведенку, джентльмени! Насправді перед нами на трибуні стояла не жінка, а перед нами на трибуні стояла людина, яка обікрала мільйони українських громадян. Наша команда дала дуже чіткий аналитику, чому впала гривня. Емісія, наприклад, за 2014 рік була більше 400 мільярдів гривень, що більше, ніж доходи державного бюджету України. Говорить о том, що только Гонтарева несет ответственность за валютний курс, було б неправильно. Валютний курс такой, який він є, по той причине, що правительство не проводило реформу. Вопрос отставки Гонтаревой. Если її будуть іниціювати, то одновременно с отставкой нескольких міністрів. В першу чергу повинні бути замінені керівники, які нас забезпечили достатньо проведення реформ і підтримки рівня життя наших людей. Це в першу чергу економічний блок. В коаліції теж кажуть, після транши МВФ міністрів будуть міняти. Я готовий війти до складу уряду, і наша фракція пропонує мене на посаду першого віце-прем'єр-міністра України. Параламент без ляшка втратить свою особливість. Тому я думаю, що Олег Олегович мусить працювати там, куди його призвал народу. Кого в яких креслах будуть міняти, пока молчат. Нечого сказати і о принятых сьогодні законопроектах. Іх нет. Після блокування трибуны депутатів ушли на перерыв, а вернулись немногі. Екатерина Лысенко, Вадим Сферидонов. Подробностей в телеканал «Интер». Когда «Укрнафта» вернёт деньги стране? На этот вопрос нам ответил совладелец группы «Приват», которая владеет 42% акции «Укрнафты» Игорь Коломойский. Когда «Накнафтогаз» рассчитается с «Укрнафтой», а он должен ей по сегодняшним ценам 130 млрд гривен. Ну там он отдаст, да, «Укрнафта» пару млрд гривен отдаст обратно. Об этом Коломойский сказал после выборов нового президента Федерации футбола Украины. Он был, кстати, одним из претендентов. Футбол, как известно, днепропетровский губернатор любит. Но вот всё же развивать этот вид спорта будет не он, а народный депутат Андрей Павелко. Его кандидатуру поддержали 122 делегата. За Коломойского – 8. Впервые президента избирали делегаты путём тайного голосования. Но кроме проигрыша есть и выигрыш. Где и какой? На своём фейсбуке рассказал свободовец Александр Аронец. Вот по его словам, Игорь Коломойский на своих заправках продаёт дизельное топливо на 2 гривни дороже, чем бензин. Аронец считает, что этот, так сказать, патриотический жест ощутят на себе в первую очередь волонтёры, которые закупают топливо для бойцов. Ну а также, возможно, обрадуются и крестьяне, у которых на носу посевная. А пока очередная пропажа денег на лечение раненого бойца с карточки «Приватбанка». Кто и как смог снять подробнее наши корреспонденты. Андрей Усач – десантник и герой Украины. Звание получил за оборону Луганского аэропорта. Там прошлым летом был тяжело ранен, 4 дня пролежал под руинами терминала и чудом выжил. Сейчас нуждается в лечении. Для сбора денег открыл в «Приватбанке» карточный счёт. Все пожертвования, а это 150 тысяч гривен, украли мошенники. Схема стара как мир. Трижды позвонили на мобильный Андрея с разных номеров, пополнили баланс на его телефоне и обратились к мобильному оператору с просьбой блокировать карту «Малутеряно» и выдать новую «Клон». Для этого достаточно назвать три последних номера, с которых звонили Андрею и остаток на счету. А дальше всё сделали через мобильный банкинг. Чтобы перевести всю сумму, мошенники повысили суточный лимит движения денежных средств на карточке Андрея. Как им это удалось без указания кодового слова, в банке выясняют, утверждают. Личность владельца карты, на которую перевели деньги, уже установили. Он в другой области. Мы, как банк, эту сумму повернем, если с нашего боку были допущены какие-то порушения. Если наш оператор всё правильно сделал, то единственный вариант – это зловить злочинцев и в них через суд эти деньги потребовать. Андрей понимает, он не первая жертва мошеннической схемы, связанной с «Приватбанком». И недоумевает, почему финучреждения эту проблему не решают. Мы, конечно, не виноваты в этом шахра, который украли. Но почему такая ненадийная служба в безопасности банка, то на этом, наверное, нужно задуматься. А пока банк и милиция ищут мошенников и деньги, Андрею опять приходится просить о помощи. Андрей Кровец, Виктория Балицкая, Юрий Голубинко. Подробности – телеканал «Интер», Львов. Вот с минуты на минуту мы ждём последнюю новость из Совбеза ООН. Там обсуждали ситуацию в Украине. Кроме того, во второй части подробностей поговорим и о следующем. Ну, погоди. В суде сошлись судья «Заяц» против обвиняемого «Вовка». В Чернигове взялись за борцов с Евромайданом. Сквернослов спаситель. Запорожский мэр рассказал, как с помощью мата уберёг город от беспорядков. Мат во спасение. В Запорожье сегодня рассматривали дело о нецензурной брани мэра. Тот оправдывался, мол, завернул фразу, но только во спасение города. Поверили или нет, судьи в миротворческую силу крепкого словца знает Сергей Бордюжа. Декабрь. Сессия Запорожского горсовета. В зале депутаты Верховной Рады. Требуют отставки мэра Александра Сина. Именно эти слова и оскорбили общественность, считают милиции. На мэра составили админпротокол. Судей дело рассматривали два дня, изучали стенограмму и отснятый журналистами материал. Слушали и аргументы обвиняемого. Это была моя реакция почти на полчаса силового преимущества мне идти в отставку, образ. К тому же, говорит мэр, он потом публично извинился за своё свернословие. Защита настаивала, привлечь к ответственности нужно не столько Сина, сколько тех, кто ворвался тогда в сессионный зал. В сессионном зале на тот момент отбывалось, как минимум, захопление админбудив, перешкоджение органов местного самоврядувания в действии своих повноважений. Выслушав защиту, суд пришёл к заключению. Суд вважает, что необходимо зазначити, что в условии на цензурную лайку, на сессии мэра города города, в городском месте, в прямом эфире, порушу городский порядок и недопустимо. И присудил. Штраф 85 гривен. Мэр не согласен и намерен подавать апелляцию. Я считаю, что суд не учёл ни мои доводы в полном объёме, ни доводы защиты. В моих действиях не было умысла. Я пресекал то преступление, которое совершалось на глазах у всего города и всей страны. Присутствующие на суде активисты Запорожского Майдана уверены, этот процесс для городского головы Запорожья первый, но не последний. Александра Сина подозревает в коррупции. Потому что большие хищения, которые, например, водоканали, ЖКХ, системе всей, как теплосети, везде очень большие суммы, где было хищение. Но пока что прокуратура вменяет вину Александру Сину лишь одно правонарушение. Это неправильное заключение трудовых контрактов с главврачами городских больниц. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал Интер. Запорожье. И снова к судьбам одиозных судей Печерского рассуда. Пока царевича Кицюка судят в Виннице, третьего из прикасаемых Сергея Вовка судят в Киеве. За ходом заседания следит Максим Кошелев. Он на связи. Максим, ну что, какие там новости? Добрый вечер. На самом деле заседание суда здесь, в Голосеевском райсуде Киева, еще не закончилось. Оно было вообще очень длительным. Оно длилось сегодня практически весь день. Защита судьи, ну это прогнозируемо, пыталась всячески оттянуть рассмотрение этого дела. Сначала им не понравилось то, как было объявлено подозрение их подзащитному. И они мотивировали это тем, что это предписание подписывал еще прокурор Ерема. А на тот момент, когда оно объявлялось судье Вовку, на тот момент Ерем уже не был генпрокурором. Потом им не понравилось то, что документ, который проголосовала Верховная Рада, то есть, когда Верховная Рада дала добро на снятие неприкосновенности судьи, защита Вовка стала об этом говорить, как о том, что этот документ еще не подтвержден и не вступил в силу. Ну вот их аргументы. После того, как в сторону обвинувачения дополнительно были доданы певные документы, а именно ксерокопия неведомого похода постановы Верховной Рады, мы попросили суд обязать в сторону обвинувачения належным чином довести, что это есть певный документ. Если данная постанова будет опубликована в засобах массовой информации, предъявленных для этих случаев, это урядовый курьер, висник Верховной Рады и тому подобное, она должна спрыть 10 дней для того, чтобы она набрала законные силы. На этом основании защита судьи требовала дождаться все-таки публикации и вступления в силу решения Верховной Рады. Позиция прокуратуры была другая. Она была в том, что это решение, после того, как Верховная Рада его проголосовала, уже вступило в силу. Суд несколько раз прерывался, потом снова возобновлялся. Вот после 6 вечера он снова возобновился. В конце концов, защита все-таки согласилась считать решение Верховной Рады действительным. И после этого судья удалилась в совещательную комнату и пробыла там чуть меньше двух часов. Вот буквально только что, вам не видно, но буквально только что в одном из залов продолжилось заседание. И, возможно, в ближайший час мы узнаем все-таки, чем закончилось это дело. И изберут ли меру пресечения судья Вовку в виде содержания под стражей. Или же это будет залог, как на этом настаивает, минимальный залог, как на этом настаивает его защита. Защита также предлагала подождать несколько дней, но прокуратура это не устраивала еще по одной простой причине. Потому что тогда истекает срок 72 часа, в течение которых судья должна быть избрана мера пресечения. Студия. Все запутано, но тебе удалось в этом разобраться. Ну что ж, будем жать. Спасибо, Максим. Это был Максим Кошелев из Подголосеевского суда столицы, где ждет своей участие одиозный судья Печерского райсуда Сергей Вовк. Далее еще один Вовк, но уже не судья, тоже сегодня оказался на скамье подсудимых. В Чернигове по делу о разгоне евромайдановцев. Павел Вовк не мэр, не бывший губернатор, даже не их заместитель, а один из мелких чиновников Горсовета. Вот почему судят его именно? Елена Зорина продолжит. Черниговский Новозаводской районный суд. Здесь слушают дело, которое трижды закрывали, а теперь снова возобновили. На скамье подсудимых некий Вовк. Не судья и не Сергей, а Павел. Он начальник юридического отдела Черниговского Горсовета. Для него, как и его одиозного однофамильца, меру пресечения избирают в один день. Я сподеваюсь на справедливый наупороженный суд. Так же, как и я, так и я сподеваюсь, что судья Вовк так и сподевается. Так же, как и судье, ему грозит пять лет тюрьмы. Павла Вовка подозревают в организации разгона местного Евромайдана. Вот кадры, отснятые в тот день 80 милиционеров и неизвестных против четверых активистов. Вы не имеете право, начали наркотственность. Милиция! Милиция не вмешивается. Люди в черном сносят палатку, а оборудование увозят в неизвестном направлении. Судят Павла Вовка за то, что тогда он подписал обращение в суд на запрет установки оборудования и палаток. Больше некому, утверждает адвокат, в Горсовете был выходной. Есть только доказы о том, что он подал позов. Так он этого и не заперечен. Он не обязан в субботу выходить, поскольку очень великое наломбажение. Это решение до сих пор в силе, а судья, который его выносил в статусе свидетеля. Угрунтованность подозрений подтверждается, как показаниями судей, который показал, что Вовк принимал участие, поддерживая поданную заявку. Адвокат Вовка настаивает обвинение незаконное, а прокуратура требует сделать его невыездным. Судья сначала всматривается в материалы дела, потом что-то нервно подчеркивает, и спустя полтора часа требование обвинения удовлетворяет. А вслед за этим отстраняет чиновника от его должности. Адвокат обещает решение обжаловать. Подозреваемый же спешит домой к жене и маленькой дочке. Уже через два месяца досудебное расследование по его делу может завершиться. А дальше виновен или нет, скажет Фемида. Елена Зурина, Андрей Кузнецов, подробности телеканал Интер. Ситуацию с правами человека в Украине и выполнение минских соглашений сегодня обсуждали на совбезе ООН. Подробнее о заседании и вашингтонских разговорах об оружии для Киева. Мой коллега Дмитрий Еловский. Сегодняшний совбез был в основном посвящен ситуации с правами человека в Украине, а именно на оккупированных территориях. При общей довольно мажорной интонации выступавших, которые выражали оптимизм в связи с перемирием, был поднят вопрос о вводе миротворческого контингента. По этому поводу министр иностранных дел Клинкин провел переговоры. Мы проинформировали главу внешнеполитического ведомства, что это решение должны принимать члены данного совета. Мы говорили и о гуманитарной катастрофе на Донбассе, а еще о перемещенных лицах. Это такой специальный термин, который обозначает фактически беженцев, то есть тех, кто был вынужден покинуть места своего проживания из-за войны. По крайней мере, миллион человек были перемещены. Гуманитарный кризис усугубила холодная зима. Российские нелегальные формирования несут полную ответственность за эти разрешения. Но еще ряд неудобных вопросов задала постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр. Она говорила и о политических заключенных, которые теперь томятся в крымских и ДНРовских тюрьмах, и о Надежде Савченко, и о так называемых гуманитарных конвоях. Два дня назад Россия направила свой 17-й так называемый гуманитарный конвой в Украину, в очередной раз отказав международным наблюдателям и украинским пограничникам осуществить проверку. Если конвой везет гуманитарную помощь, зачем запрещать инспекцию? В своем ответе Виталий Чуркин показал, что не чурается современного кино, и упомянул громкую эротическую ленту. Сказал, что выступление предыдущих ораторов – это не что иное, как 50 оттенков черного. Но об Украине говорили накануне и на Капитолийском холме Вашингтона. Там вновь прозвучали призывы к Обаме выделить оружие Киеву. С таким письмом к президенту Америки обратились 11 конгрессменов. Под письмом поставили подписи 8 представителей республиканской партии и трое от демократической. Но Белый дом пока молчит, что в данном случае, конечно, не означает знак согласия. Дмитрий Иловский, Юрий Романек, подробности. Американское бюро телеканала Интер. Андрей Макаревич в Киеве. Российского певца, против которого на родине развернули настоящую травлю. Отказывают в концертах. В Киеве, наоборот, приветствовали тепло и искренне. В аэропорту Борисполь толпа поклонников. И среди них десятки детей встречали Макаревича хлебом, солью и транспарантами. Со словами благодарности за поддержку Украины. От общения с прессой певец отказался. Вечером у Андрея Макаревича запланирован концерт в Октябрьском дворце. Витаемо! 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 Время нашей программы подходит к концу, но сразу после подробностей в эфире «Черное зеркало». И с нами на связи ведущий самого популярного политического шоу в Украине, Евгений Киселев. Евгений, здравствуйте. Я прошу вас проанонсировать сегодняшний выпуск. Добрый день, Алексей. Сразу хочу сказать, что, как всегда, жду вас в этой студии. Надеюсь, что вы не измените наши традиции и будете помогать мне это ток-шоу вести. Ну, а, наверное, главной темой будет ситуация в украинской экономике. Потому что именно об этом сегодня, как вы уже рассказали в выпуске новостей, говорилось в Верховной Раде. Заседание прошло, мягко говоря, драматически. По сути дела, главе Национального банка Украины не дали до конца довести доклад, бушевали страсти и по другим проблемам. Я думаю, что обо всем этом мы сегодня поговорим здесь, в этой студии, в том числе и со спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом, который к нам сегодня пожалует. Ну, и наверняка мы коснемся и других вопросов. В неделю было очень много разных новостей, в том числе касающихся международного положения Украины, сегодняшний совет безопасности. Обо всем этом будем, конечно же, подробно говорить. Спасибо, Евгений. Такая активная студия сегодня еще собралась. Уверен, эфир будет интересным. Всем зрителям напоминаю, эфир «Черного зеркала» сразу после подробностей. Ну что ж, как вы поняли, я с вами прощаюсь ненадолго. До встречи в «Черном зеркале». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!